итак огромный привет моим любимым подписчикам прекрасный во всем времени суток у меня сегодня потрясающе буквально разорвет сейчас отчасти ну как потрясающий с утра он тоже был потрясающим в том смысле что он меня потряс потряс и я была просто в шоке а сейчас он потрясающий в том смысле что он прекрасный он прекрасный во первых потому что сегодня я вообще одна меня никого нет по соседству это такая свобода это так редко бывает я могу просто тут знаете песни орать ходить на ушах плясать на ягодицах в общем как то так но вторая прекрасная новость это то что мне пришла посылочка от моего любименького мужа моего муженечка моего моего пупсичка это очень конечно приятно потому что мы находимся на расстоянии друг от друга и обмениваться хотя бы чем-то на расстоянии кроме слов это просто потрясающе это знаете как передать частичку себя вот сейчас буду делать обзорчик показывать хвастаться рассказывать ну и сопровождать все каким-то интересными историями если вам интересна корея и что-то о ней знать новое то возможно распаковка посылок тоже будет посылки тоже будет интерес так но начну я наверное свой обзор с кофе мне пришла огромная коробка весом почти 7 килограмм я уже вскрыла кофе вот такой вот кофе пакетиках это три в одном но единственный чем он немножечко отличается от нашего там какие-то более конкретные что ли граду вода то есть как обычный растворимый кофе из баночки смешанный с сахаром самым обычным и значит с сухим молоком вот как-то так я уже заварил и уже пробую я конечно люблю натуральный но такой вот попить это прям у меня ностальгия ассоциация с кореей он есть разных видов крепости максим он называется и очень популярен там его продают просто огромными огромнейшими коробками огромнейшими коробками именно вот такой вот кофе в стиках вот в таких я не знаю у нас это вариант такой знаете люди берут с собой на работу или что-то типа такого ну а у корейцев дома нормально совершенно пить такой вот кофе и так дальше чокопай я думаю все его сдали чокопай он у нас россии выглядит точно также есть укупая двух компаний это орион написано есть еще компания лотте что рассказать особенного об этом десерте да ничего ну кроме того как по интернету блуждают история о том что корейские чокопай более вкусные чем наш я не знаю кто сочиняет эти истории наверное фанаты кореи которые так любят эту страну что вкус этого десерта на ее территории кажется им особенно каким-то волшебным и неповторимым я пробовала и чокопай от орион и чокопай от лотте и чокопай купленный в россии фикс прайсе это абсолютно одинаковый вкус вот и все обычные шоколадный пирожок с беленькой прослоечкой если подогреть микроволновочки это будет нежненько воздушненько и мягенько и шоколадик подплавится и будет в общем вкусненько привкусненько вот так вот то есть ничего ничего такого что бы вы мы не могли найти здесь это запросто найдется есть разные вариации начинок и у нас тоже есть разные вариации начинок я вот например пробовала как-то с бананом достаточно вкусно интересное интересный вариант с бананами дальше ногами перевернула это вот такие вот вафельки с белым кремом с белым ореховым кремом мне очень нравится этот десерт это один из моих любимых что касается вкуса то вкус не оригинальный какой-то не который нельзя найти или повторить у нас тоже среди наших конфет россии есть похожие и также это немножечко напоминает конфетку чудо обыкновенное чудо кажется она называется по вкусу как эти вафли один в один дальше вот такие вот палочки покрытые шоколадной глазурью это у нас глазурь белая шоколадной крошкой со вкусом печенья вот такого это я не знаю с чем это тут нарисована клубничка видимо судя по всему здесь должен быть вкус клубники но написано почему-то я не вижу интересно есть история про эти палочки палочки называется пеперу или пеперу или пеперу как короче как то так есть одноименный праздник который отмечают в корее это какой-то знаете что-то вроде аналога 14 февраля дня всех влюбленных празднуется он если память не изменяет в ноябре кстати 14 февраля было недавно недавно совсем и в этот день в корее отмечается день мужчин а 14 марта будет день женщин поэтому если вы мечтаете о корее знаете что 14 февраля вы не получите никаких поздравлений вы наоборот должны будете в этот день поздравить мужчин преподнести им какие-то конфеты красивые желательно собственные значит ручной работы либо какие-то ну купленные в хорошем магазине необычные конфеты тем самым выразив ему свою любовь то или подарить какие-то еще подарочки да то есть открыточки не не принятые в этот день как-то валентиночки нет а вот аналога не влюбленного от них в ноябре и называется он день пеперу а вот эти палочки сейчас я уже попробовала потому что невозможно удержаться очень вкусненько все фанаты кореи которые смотрят корейское телевидение знают что это за палочки вкусненько это не только вкусная палочка и способ выразить свою любовь это еще такая палочка знаете развлекалочка очень часто на тв можно увидеть такую развлекуху когда эту палочку одним концом вставляет в рот девушки а другая как вы догадываетесь в чей рот вставляется они жуют жуют пока не встретятся губами очень романтичное развлечение даже для домашней обстановки почему бы нет дальше мне не с кем развлекаться я бы развлекла дальше вот такие печеньки с белым кремом если вы видите по внешнему виду они напоминают печенье орео и по вкусу тоже орео поэтому что рассказывать рассказывать особенно нечего так ну вот об этом я вам практически ничего не расскажу потому что это я вижу впервые я не пробовала их какие-то трубочки трубочки с начинкой в общем трубочки с начинкой попробовал и вам как-нибудь расскажу что за трубочки хотя может быть я их просто кому-то подарю я же не могу съесть столько сладости в одиночку кому-нибудь однозначно значит угощу кого-нибудь кстати муж на это наставил однишь 1 кого-нибудь угости я с ним полностью в этом плане согласна обязательно надо кого-нибудь угостить дальше вот такие печеньки здесь написано с ананасом печенье с ананасом самые обычные я такие пробовала много раз очень простенькие по вкусу печеньюшечки они похожи на печенье на недорогие печенье сэндвичи которые у нас можно купить в россии когда две такие половиночки недорогого печенья и между ними такой крем с каким-нибудь ароматом сливочным кофейным фруктовым вот это похоже на на то то есть такое максимально простое печенье сэндвич с кремовой прослойкой посерединочке так вот такая вот игрушечка это муж сказал от луны от луны для арины вот такие вот конфеты конфеты молочные конфеты с молочным вкусом такие же есть еще и с клубникой мне больше нравится молочные ну что то типа такой жевательные конфетки со вкусом со сливочным вкусом с привкусом молочка маленькие такие жевательные конфетки дальше шоколад такой шоколад я тоже пробовала много раз это обычный это самый обыкновенный молочный шоколад там множество таких маленьких конфеточек просто молочный шоколад без всякой начинки приятный по вкусу как шоколадка аленка дальше кошачьи консервы кстати я была восхищена качеством кошачьих кошачьей еды в корее вот эти консервы прям мы их покупали уже поэтому я знаю что они там из себя внутри представляют они относятся к категории таких не очень дорогих мы часто кормили ими бездомных котов вот открываешь это просто божественный запах рыбных консерв прям самому хочется это съесть то есть не какое-то непонятное месиво с таким специфическим запахом который нравится только кошкам а выглядит как рыбка знаете размятая вилочкой абсолютно натуральный вкус и натуральный вид производятся они в корее очень хорошее для котиков в корее питание чего о наших котиках не скажешь иногда ну скажем так арина вообще не есть дешевые типа феликс фискос и все такое даже когда я покупаю подороже все равно внешний вид ну это не похоже немножечко на еду какие-то волокна какое-то что-то если бы они были не кошачьи я бы их с удовольствием съела так дальше лапшичка рамен естественно мне муж отправил тот рамен который я ела не острый там есть еще один для корейцев не острый практически равно невкусный как-то так вообще очень интересная история про вот это вот про бомж пакеты вот эту про лапшу быстрого приготовления они ее просто обожают это не какое-то питание бедного студента это обязательный атрибут корейской жизни то есть любая хозяюшка должна купить такой лапшички и положить в шкафчик запасы сделать потому что если захочется перекусить обязательно должна быть вот эта лапша они ее могут какими-то способами облагораживать добавлять туда яичко или нарезанный лучок но в целом по вкусу это та же самая лапша что и любая лапша быстрого приготовления из пакета единственное что она потолще и они ее варят на минут пять где-то не просто кипяточком заваривают а варят в течении примерно пяти минут что это по вкусу я вам потом расскажу как-нибудь будем пробовать дегустировать и вот такая впервые я попробовала такую лапшу когда ее купил брат мужа я когда приехала он сразу просто привез какое-то невероятное количество продуктов видимо чтобы меня откармливать тема моего веса это просто больная тема среди всех родственников они это постоянно обсуждают что мне надо есть больше что я больше должна есть что я какая-то худенькая емли я нормальный что вообще такое происходит в общем любимая тема для обсуждения у родственников поэтому вот как и так дальше вот такие вот печенюшки какие-то что у нас там написано френч пай френч пай на корейском тоже самое написано френч пай я такие не пробовала буду пробовать впервые да кстати что хотела сказать интересного что обычно все печенюшечки находятся внутри в индивидуальной упаковочке корея производит огромное количество мусора давайте откроем эта коробочка каждая печенька будет находиться в индивидуальной упаковке чем отличается эта страна от нас тем что они этот мусор сортируют и пытаются как-то перерабатывать не все там так красиво как пишут в новостях потому что когда начинаешь погружаться в эту тему узнаешь что много косяков да сортируют да пытаются перерабатывать ну были какие-то мелькали не очень так сказать красивые истории с мусором вообще конечно страны которые живут получше они любят свое дерьмецо свозить в страны которые вот живут похуже и делать из этих стран мусорохранилища какие-то мусорные полигоны но действительно очень много производит вот этих полиэтиленовых оберток просто какое-то нереальное количество то есть абсолютно в каждой коробке которую я вам показала каждая печенюшечка упакована в индивидуальную упаковку абсолютно все чокопай все предыдущие печенье все вафли все конфеты каждая по одиночке будет в индивидуальной упаковке поэтому это хорошо что они все-таки сортируют и перерабатывают иначе была бы просто катастрофа итак что у нас тут написано молочная здесь у нас написано молочная карамель именно такую я кажется не пробовала но вообще молочную карамель пробовала в таких маленьких каких-то упаковочках мне понравилось очень вкусное как ну вкусы рисочки вот такие вот конфетки я такие не пробовала это с добавлением орешков орехи в карамели орехи в карамели конфетки называются прощайте зубы готовь деньги на на лечение зубов жене на лечение зубов вот так называются эти конфетки шоколадочки забыла где произведены эти шоколадочки я их покупала такие привозила в Россию и в Корее я их тоже пробовала вкусные вкусные молочный шоколад очень приятный так и вот что-то новенькое а нет не новенькое уже пробовала такие вот такие вот вкусняшки что у нас тут вкус маскарпоне молочный крем я не знаю с чем это сравнить по вкусу я не скажу что вкус очень оригинальный но аналогов среди наших сладостей не могу привести в пример не могу по моему у нас ничего подобного нет но вот по вкусу не оригинальный то есть вкус может что-то напоминать но просто вот сам внешний вид тут у нас ничего такого нет так еще консервы еще консервы вкусняшечки закуски для Арины мы уже вскрыли естественно Арина не стала ждать не смогла ждать и еще вот такой вот тоннельчик у нас такие тоннельчики продавались в фикс прайсе а это я думаю из дайса скорее всего я точно не знаю но скорее всего это тоннельчик из дайса это что-то типа нашего фикс прайса в атуаренке когда-то такой был и мы его потеряли при переездах не помню где мы его забыли с орехами но мы его забыли теперь так сказать снова у нее будет тоннельчик так что еще еще были вот такие вот печенюшечки маленькие вот такой вот смешной я не поняла кто это оказалось что это какой-то мальчишка мальчишка и у него ну не очень благозвучное имя я не знаю что это произносить кан кан а дальше ну не хочу продолжать ну короче у него его имя звучит не очень как-то приятно для нашего уха кан типа чо чо ну короче так я их вслопала полностью полностью чтобы настроиться и чтобы зарядиться на это видео я их съела для энергии все их больше нет итак всем огромное спасибо за внимание я думаю надеюсь что было интересно вам со мной время провести что я не утомила вас своими рассказами не забывайте пожалуйста ставить лайки подписываться на мой канал пока пока пока